День борьбы с инсультом Олег Анатольевич Иванцов. Главный врач Гомельского областного клинического госпиталя инвалидов Отечественной войны. Родился в 1966 году в Гомеле. Трудовую деятельность начал в 1989 году после окончания Гродненского государственного медицинского института врачом-интерном хирургом Гомельской областной больницы. После завершения интернатуры работал врачом-урологом, а с 2001 года на руководящих должностях в Гомельской городской больнице скорой медицинской помощи. В ноябре 2008 года назначен на должность главного врача Гомельского областного клинического госпиталя инвалидов Отечественной войны. Олег Иванцов, автор 20 опубликованных работ, посвященных клиническим и организационным вопросам здравоохранения, активно участвует в общественной жизни региона. Является заместителем председателя областного совета депутатов 27-го созыва. На вопросы, которые касаются деятельности Гомельского областного клинического госпиталя инвалидов Отечественной войны, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле. Здравствуйте, Олег Анатольевич. Добрый день. На базе центра госпиталя работает гериатрический центр, что понятно, потому что большинство ваших пациентов – это все-таки люди в возрасте. Но всегда ли возраст напрямую связан с плохим самочувствием и болезнями? Да, вы совершенно правы. На базе госпиталя работает областной центр гериатрический, но он работает на внештатной основе. За эти годы мы накопили огромнейший опыт работы с пожилыми людьми, потому что геронтология – это наука, изучающая заболевания пожилых и старческих, людей старческого возраста. И за эти годы опыт нашего госпиталя, наверное, самый большой в нашем регионе. Наши сотрудники, они являются кураторами всех районов нашего Гомельской области, выезжают туда на консультации, консультируют специалистов, врачей по работе с людьми пожилого возраста. И, что самое интересное, дают свои плоды. Но вы совершенно правы, не всегда возраст является той отправной точкой заболевания. Мы сейчас наблюдаем такую ситуацию, что многие болезни помолодели. Заболеваемость молодого возраста тоже у нас довольно высокая. И касаясь нашего непосредственного профиля патологии церебросклерозных заболеваний, мы тоже наблюдаем, что есть омоложение этого заболевания. Олег Анатольевич, а с обратной ситуацией, когда человек уже в почтенном возрасте, но попадает к вам, чтобы проверить здоровье, и здоровье, оказывается, еще неплохое. Бывает такое? Да, конечно. У нас есть случаи, когда, хотя они сейчас довольно редкие, но есть случаи, когда к нам попадают пациенты, которым 100 лет. И впервые возникает такое заболевание, как инсульт. То есть это говорит о том, что человек прожил долгую жизнь и сохранил до такого возраста организм в таком хорошем состоянии, что патология только появилась у него в 100-летнем возрасте. Поэтому наша Беларусь всегда славилась такими хорошими людьми, которые долгожители, но их сейчас не так много у нас в области. К сожалению. А что вы предпринимаете для того, чтобы сохранить здоровье и жить долго? Ответы гомельчан на этот вопрос далее в нашей постоянной рубрике «Есть мнение». Стараемся проходить медкомиссии. У нас от учебы частенько посылают и в военкомате проходим. Как-то оно само собой получается. А спортом занимаетесь? Ну, для себя. Качалочку ходим. Я курю. Спортом занимаюсь. Периодически посещаю врача, который мне рекомендован. Я гипертоник, поэтому к терапевту регулярно хожу. К женскому врачу хожу. Как питание стараюсь, чтобы было нормальным. Больше употреблять соки, пищу, фрукты, овощи. Хожу сейчас гулять на улице с друзьями, катаюсь на велосипеде, а сейчас с осенью пробежки, возможно, по вечерам какие-то. На здоровье времени нет. Но стараюсь заботиться за здоровье своих детей, потому что на себя пока времени не остается. Забота о своем здоровье складывается в первую очередь из здорового образа жизни, а здорового питания, чем меньше уровень переработки продуктов, тем выше вероятно, что вы получите здоровое питание. Консервы созданы для того, чтобы кормить людей во время войны и во время экспедиции, а не детей кормить консервами. Консервированные соки и консервированные продукты – это яд для детей. Это то, что они съедают, но из этого усваиваться очень мало. Занимаемся спортом, как вариант, да и правильно питаемся. Нету плохих ручек. Да, занимаемся плаванием, спортом, пробежки по утрам, по вечерам. Ну и здоровое питание, все верно. Не пью, не курю, веду здоровый образ жизни. Ну как, занимаюсь гимнастикой постоянно. На природе больше бываю. А вы знаете, сколько мне лет? Ну вот так угадайте, например. Вот, и поэтому тут лечиться бесполезно уже. Поэтому здоровый образ жизни в основном. И все, достаточно этого. Если я сохранилась до тех пор, значит все остальное окей. Олег Анатольевич, как Вы считаете, что же мешает большинству людей сохранять свое здоровье до глубокой старости? Дело в том, что по определению всемирных здравоохранения, 10% на здоровье влияет только медицина. 20% это наследственность. 20% окружающая среда. И 50% это образ жизни. Поэтому если вот 50%, я, конечно, может не соглашусь, но очень большой процент на здоровье людей, это влияет образ жизни. И если человек в процессе своей жизни злоупотребляет, курит, не занимается физическими упражнениями, не относится к своему здоровью с вниманием, то есть когда какие-то повышения давления, аритмии, не обращается к врачу, а это все на ногах переносит, то, конечно, уже когда организм немножко подизносился, повзрослел, подошел к пенсии, букет такой огромнейший, что уже что-то сделать бывает очень трудно. Поэтому образ жизни на здоровье влияет, наверное, самое большое значение. Надо заниматься спортом, делать зарядку, пробежки, ходить в бассейн. С питанием, конечно, нужно быть внимательным, потому что все эти продукты, которые содержат холестерин, они со временем, конечно, отражаются на здоровье. Ну и, конечно же, сон. Сон это, так называемое, как компьютер перезагружается, и потом чистая вся информация. Так, если есть здоровый сон, полноценный сон прошел 8 часов, то потом организм хорошо работает на протяжении всего дня. Поэтому, наверное, здоровый образ жизни самый главный. Почему такая большая разница у нас между продолжительностью жизни у мужчин и у женщин? Да, вы совершенно правы. Ну, такая тенденция, что женщины живут дольше, она не только у нас, она во всем мире. Разрыв везде разный. Да, ну, по Европе, допустим, стандартный разрыв в хороших странах европейского уровня развития, это примерно 4,5-5 лет. У нас же разрыв в 12 лет. То есть, средний возраст у мужчин 64, а у женщин 76. Конечно, это очень большая развежка. Значит, говорить о том, что, допустим, мужчины там злоупотребляют, курят, это, конечно, да, это факт. Вот этого нельзя избежать. Но проведённые исследования учёных во многих странах мира на животных, вот в том числе на обезьянных, которые ближе всего к нам по генотипу, показали, что самки живут тоже гораздо дольше. С чем это связано, трудно сказать однозначно. Почему? Потому что есть генетический уровень. Мужчины имеют XX-хромосомы, а женщины 2X. То есть, это понадобится двойная страховка у женщин по генетическому уровню. У мужчин только такой страховки нет. Кроме того, по ситуации мужского и женского развития тела. То есть, мужчины более крупные создания, особи, где клеток гораздо больше, и они, когда начинают изменяться, они быстрее изменяются. Женщины к этому меньше приспособлены к изменениям. Ну, и сама по себе женщина, конечно, это носитель очага, носитель жизни. Поэтому она более жизнестойкая, чем мужчины. Хоть мы и говорим, что мы сильный пол, но статистику не изменить, и женщины живут всё равно дольше. Что сделать, чтобы мы, белорусы, жили дольше? Конечно, надо заниматься спортом. Активно заниматься спортом, здоровый образ жизни вести, принимать лекарства, когда это есть необходимость. И тогда мы, может, с 109-го места в мировом рейтинге поднимемся хотя бы в первую десятку. Очень удивительно, что, допустим, такие страны, как Сан-Марина, вот в Италии, которые находят на всей Италии, она сейчас является третьей в мире по продолжительной жизни. Средний возраст 89 лет. Японцы стоят на втором месте. Там под 90 люди живут. Но мы нам очень далеко от этого. Мы будем стараться с помощью медицины и профилактики заболеваний. Инсульт. Сегодня одна из главных причин смерти и инвалидизации во всём мире. Расскажите, пожалуйста, как развивается это заболевание, как не пропустить симптомы, которые уже являются опасными. Да, вы совершенно правы. Это очень страшное заболевание. И на сегодняшний день оно является вторым в мире по смертности и первым по инвалидности. Если брать мировую статистику, примерно около 6 миллионов жителей ежегодно на земном шаре умирает от инсульта. В Беларуси статистика тоже не радует. И наша Гомельская область в этом плане, конечно, не лучшим образом выглядит. Потому что у нас смертность людей в троспособном возрасте является не самой худшей, но не самой лучшей. Значит, проявляется это заболевание, конечно, может проявляться и остро, так называемое, остро нарушение мозгового кровообращения, а может проявляться постепенно. И самое главное три признака, которые существуют при этом заболевании, это изменение носоглубного треугольника, когда немножко изменяется лицевой нерв и получается, что губы немножко так в сторону отодвигаются. Слабость в руке, ноге и нарушение речи. Если попросить человека что-то произнести, поднять руку и улыбнуться, и он это не сможет адекватно сделать, ни в коем случае нельзя оставлять это без внимания. Тоже вызывать скорую помощь и везти в больницу. Потому что самое главное доставить пациента в первые три часа, когда существует терапевтическое окно и когда можно применить все лекарства, тромботическую терапию и спасти его от этого недуга. Если прошло больше времени, то, конечно, медицина тоже имеет шанс помочь, но уже не в такой степени. Но это самые главные такие принципы лечения инсульта, диагностики. И в госпиталь пациенты попадают на разных стадиях нарушения мозгового кровообращения, и у вас есть возможности для того, чтобы практически на каждой из этих стадий помочь. Да, вы совершенно правы. У нас в госпитале сформировалась одна из самых лучших, наверное, моделей в Беларуси по указанию помощи этим пациентам. Она формировалась не сразу, годами мы складывали постепенно эту структуру оказания помощи. И сегодня этот замкнутый цикл, который оказывается в госпитале, он, наверное, единственный в Беларуси. Пациент, поступая по скорой помощи с инсультом, тут же обследуется по полной программе. Мы имеем в наличии хороший томограф компьютерный, который позволяет поставить на первых часах диагноз. Имеем УЗИ-аппараты эксперт-класса и всю лабораторную диагностику, которая необходима для постановки диагноза. Пациент поступает сразу же в день реанимации. После этого, после стабилизации всех фитальных функций и стабилизации состояния его, мы переводим в отделение неврологии сосудистого профиля. После этого, где-то недели через 2-3, он, не выходя с госпиталя, не выписываясь на амбулаторный прием, попадает в отделение реабилитации. И через 3 недели, пройдя полный цикл, он выходит от нас максимально восстановленным, с улучшением всех своих функций и практически адаптирован к жизни. То есть эта модель, которая в одном учреждении позволяет пациенту от начала поступления по скорой помощи с инсультом до момента выхода после реабилитации, существует только у нас в госпитале. И я надеюсь, что, допустим, наш пример будет послужить примером не только для нашего региона, но и для крупных регионов нашей Белоруссии. И такие центры, наверное, она будет создавать. Потому что эффект от него мы видим налицо. По сравнению с другими стационарами, пациенты, которые уходят от нас, они более адаптированы. Они умеют передвигаться, они умеют остаться дома без помощи посторонних. И не является обузой уже ни для родственников, ни для окружающих. Это в лучшем случае. Олег Анатольевич, а вообще то, насколько тяжелыми для конкретного пациента окажутся последствия перенесенного инсульта, это непредсказуемая ситуация или можно делать прогноз? Ну, мы прогнозы сразу никогда не делаем. Потому что пациент, поступив к нам с инсультом, в течение трех-пяти дней может развиться в одну сторону, может в другую. Только после течения этого срока, примерно около пяти дней, мы можем сказать, что да, этот пациент имеет возможность, и потенциал гравитационный, и он пойдет на поправку. Но это только после какого-то определенного срока, когда мы сможем восстановить его функции, нормализовать его состояние, и только тогда мы можем говорить, что да, есть шансы. Но иногда бывает еще и так, что мы стараемся, 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 но шансов не получается. И мы тогда говорим родственникам, что, пожалуйста, мы готовы забрать его попозже на реабилитацию, но сейчас нужно подождать, потому что он не готов к реабилитационным мероприятиям. Поэтому каждый пациент по-своему. Но в целом эффективность реабилитационных мероприятий оценивается достаточно высоко. Достаточно высоко, без сомнения, потому что то, что мы сделали в нашем центре, то, что мы имеем результат на выходе, это почти мировой стандарт. Конечно, мы же не дотягиваем, но 15% пациентов, поступивших у нас в реабилитационное отделение после инсульта, возвращаются к труду. Это очень большой показатель. Раньше инсульта был приговор. Приговор, потому что человек, получив инсульт, он был обузой, оставался дома, и через какой-то месяц-два-три он становился глубоким инвалидом. Сейчас же, выйдя от нас, он практически имеет всю возможность делать сам, без посторонней помощи. Оснащение позволяет его настолько хорошо восстановить, что после нашего приобретения комплекса ОРМЭО, который восстанавливает движение верхних конечностей, роботизированный комплекс, он настолько нравится нашим пациентам, что мы даже получили много звонков из-за границы, желающих просто приехать пройти реабилитацию на этом аппарате. Нам очень приятно, что наш центр востребован не только в Белоруссии, но и за границей. И на сегодняшний день курсы реабилитации прошли у нас и не только Россия, и Украина, но и Польша, Германия, Италия, Индия, Пакистан, Китай. Это те пациенты, которые у нас пролечились, ну не говоря о странах СНГ. И сейчас у нас проходит лечение пациент с Польши и пациента с Россией. Олег Анатольевич, ведь коварство болезни еще и в том, что не всегда она связана именно с возрастом. И сколько было самому молодому пациенту, который оказался у вас именно в связи с подобным нарушением? – Таких пациентов у нас, конечно, немного, но не встречаются. И я вот забыл упомянуть, что мы вот вчера положили на реабилитацию девочку 17 лет. Она с Украины, с Луганской области. Очень отрадно сообщить сейчас, что все расходы по ее лечению и по содержанию на себя взял наш Красный Крест, областной Красный Крест. Поэтому мы стараемся по максимуму ей помочь. Вот этот самый молодой пациент, который был за последние 17 лет. Ну, а самый пожилой – это, конечно, 100-летний. – Который вы упоминали, да? – Да. – Можно ли предупредить развитие инсульта? Существует два фактора, которые влияют на инсульт. Это те, которых нельзя избежать. Это, конечно, возраст. Это предпосылки к инсульту возрастают. Мужской пол, как ни странно, у мужчин это является отягощающим фактором. Инсультов больше. Люди с черным цветом кожи тоже страдают большим инсультом. Тоже это факт неоспоримый. И дети, которые родились с весом меньше, чем 2,5 кг, они тоже более предисположены к инсульту. Это избежать невозможно. А есть другие факторы, которые можно избежать. Это повышение ретенда давления можно контролировать. Сахарный диабет, опять же, можно контролировать. Питание можно контролировать. Работу сердца, аритмию тоже можно контролировать. То есть это факторы, которые нужно держать под контролем. И тогда есть возможность, что эта патология, она не возникнет. Или, может, вообще не возникнет у пациента, который имеет какие-то похожие заболевания. Госпиталь инвалидов Отечественной войны создавался как фронтовой и принимал раненых. Сегодня, спустя 70 лет после победы, круг пациентов значительно шире, а возможностей несравнимо больше. Давайте посмотрим сюжет. Форпост здоровья. Именно такое неофициальное название имеет сегодня Гумельский областной клинический госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны. Созданный еще в 1941 году как Эвакогоспиталь для раненых с челюстно-лицевыми поражениями, сейчас это без сомнения одно из лучших медицинских учреждений в отрасли. Повышению качества лечения в госпитале в принципе самое пристальное внимание. За плечами заместителя главврача по медэкспертизе и реабилитации Михаила Желудка большой опыт военно-медицинской службы, востребованный и в его нынешней работе. Тем более, что он не только занимается лекарственным и медицинским обеспечением, но и практикует в кабинете озонотерапии. В стационарных медучреждениях у Гумельской области, кстати, таких кабинетов больше нет. По словам Михаила Желудка, положительный эффект достигается в 90% случаев. Я был в Минске, смотрели, читали соответствующую литературу, заинтересовались этим, внедрили впервые в стационаре. Здесь, понимаете, очень хорошо воздействуют на трофические язвы в определенной концентрации. А с трофическими язвами очень много людей есть. И мы, как бы, у нас есть уже опыт лечения подобных состояний. Мы получаем хорошие результаты, поэтому я не знаю, почему не внедряются другие. Во-первых, по протоколам Министерства здравоохранения такой метод лечения вообще не вводит, не введен в протоколы лечения. Хотя широко используется, допустим, в России, на Украине, особенно в Одессе, там своя школа есть, за границей, за рубежом. Современные тренажеры, беговые дорожки и другие приспособления для улучшения реабилитации больных. За последние пять лет в госпитале инвалидов Отечественной войны открыли три зала лечебной физкультуры. Плюс значительно обновили УЗИ оборудование. Причем один из аппаратов эксперт-класса приобрели в рамках программы правительства Японии «Корни травы». Второй закупило Министерство здравоохранения. В госпитале УЗИ широко распространенный метод диагностики. Он не подвергает пациента лучевой нагрузке и считается безвредным, однако при этом очень эффективным. Нет здоровых, есть недообследованные, поэтому всегда есть, на УЗИ находятся какие-нибудь закавыки, есть над чем наблюдать. Даже если они никак о себе не сигнализируют, все равно наблюдать их стоит. Поэтому, как говорится, обследоваться все равно надо, даже если ничего не болит. То обследоваться все равно необходимо, хотя бы раз в год необходимо проходить УЗИ тех же внутренних органов. Подсчитано, что более чем за 70 лет работы в госпитале подлечились свыше 400 тысяч человек, среди которых инвалиды и участники Великой Отечественной войны и Трудового фронта. Воины-интернационалисты и узники фашистских концлагерей, члены семей погибших, военнослужащих города Гомеля и области. Сегодня учреждение перестраивается на реабилитацию широкого круга больных, причем здесь уже не только лечат. Госпиталь – это еще и клиническая база. Здесь проводятся конференции самых высоких статусов по проблемам здоровья пожилых людей. Проходят практику студенты и работают научные сотрудники Гомельского медуниверситета, которые консультируют почти половину пациентов стационара. Мы студентов готовим к практической работе. К нам приходят на четвертый курс наши студенты, и они уже должны прекрасно владеть беседой с пациентой, постановкой диагноза топического, дифференциального. Они работают у нас непосредственно в палатах, ведут пациентов, пишут истории болезней. Сегодня подлечиться в Гомельском областном клиническом госпитале мечтает, наверное, каждый больной. И неудивительно, добрая слава об этом медучреждении давно разлетелась по городам и селам, и не только нашей области. Талантливые доктора, современное оборудование, комфортные условия лечения. Но самое главное, пожалуй, трепетное отношение к каждому больному. И эта искренняя забота о здоровье своих пациентов также стала неофициальной визитной карточкой госпиталя. Лечимся мы в госпитале не первый раз. Очень хорошее отношение медсестер, врачей всех. Уделяют большое внимание, назначают много процедур, как процедуры помогают. Особенно большое дело имеет работа инструкторов. Они настолько уделяют внимание больным, учат их и разговаривать, и ходить, и двигаться. Ну, очень хорошо все. Вы смотрите «Диалог». Сегодня в программе принимает участие главный врач Гомельского областного клинического госпиталя инвалидов Отечественной войны Олег Иванцов. Олег Анатольевич, открытие отделения сосудистой хирургии прединсультных состояний. Один из самых масштабных и, наверное, самых смелых ваших проектов. Насколько вы уже близки к его осуществлению? Да, вы совершенно правы. Это новшество в нашей области. И мы планируем в ноябре месяце, во второй половине ноября, открыть это отделение. Это отделение будет заниматься операциями на сосудах брахицефальных, сосудах головного мозга, сосудах позвоночника. Недавно мы посетили Брянскую область, город Брянс, сосудистый центр, где в России уже выделена федеральная программа под такое развитие, под сосудистые центры. И они себя очень хорошо зарекомендовали. И благодаря поддержке области полкома, нашего управления здравоохранения, лично нашего начальника управления Васильякова Николая Андреевича, мы реализуем в ГОСТове этот масштабный проект. Мы открываем в ноябре отделение сосудистой хирургии прединсультных состояний. То есть пациенты, которые поступают к нам на лечение, будут обследоваться и потом, возможно, оперироваться. Будет открыт кабинет консультативный, куда будут поступать пациенты со всей региона, со всей области, где будут подозрения на нарушение кровообращения сосудов головного мозга, на наличие каких-то бляшек, извитости сосудов. И в нашем сосудистом отделении будет уродиться коррекция этих нарушений. Коррекция нарушения позволит в дальнейшем улучшить кровообращение головного мозга и тем самым избежать такого угрозного осложнения, как инсульт. Это, конечно, отделение востребовано однозначно, потому что на сегодняшний день мы уже выполняем такие операции, но мы делаем это штучно. То есть примерно одну операцию в неделю у тех пациентов, которые поступают к нам в госпитальное лечение. Потребность же гораздо выше. То есть мы не можем сейчас оказать помощь всем, которые нуждаются. В среднем получается, что при поступлении 30 пациентов один, два, до трех пациентов уже нуждаются в коррекции таких операций. Надеемся, что отделение будет востребовано, и оно принесет большую пользу населению и Города Гомеля, и Гомельской области. Спасибо, Олег Анатольевич. Уважаемые телезрители, присоединяйтесь к диалогу. 77 68 45 номер телефона прямого эфира. Вы смотрите «Диалог». Мы принимаем в студию прямого эфира телефонный звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Нет, к сожалению, сорвался у нас звоночек. Пожалуйста, наберите нас еще раз. Олег Анатольевич. Госпиталь неоднократно признавался лучшим по разным направлениям работы. Известен он далеко, за пределами нашей области и даже нашей страны. Весной вы получили грамоту от Комитета по делам воинов-интернационалистов. А что на данный момент у вас нового произошло? Да, ну это наша вторая такая грамота. Первая была получена в 2006 году, когда впервые проводился конкурс на лучший госпиталь СНГ. Участвовало 150 госпиталей, это союзного значения бывшие госпитали России, Украины и страны СНГ. И мы получили там диплом за второе место. Первое место получили российский госпиталь Москвы, а второе получили мы. Это была очень такая большая награда. И вот в этом году, похоже, мероприятие проходило в Самаре, но без вручения, допустим, мест. Там участие принимали госпиталя российские. В Белоруссии был только мы представлены, Казахстан, Узбекистан были госпиталя. И тоже очень приятно, что нам вручили почетную грамоту единственному госпиталю, который не российский, за стабильность, высокое качество лечения, обслуживание пациентов, находящихся на лечении в госпитале. И вот мы надеемся, что в этом году, в следующем году нам будет 75 лет. Мы планируем провести большую конференцию республиканского значения с международным участием. И вот все, которые были участниками этой конференции в Самаре, многие из них, в том числе Самара, Санкт-Петербург, Ленинград, Санкт-Петербург, Москва, Ростов-на-Дону, наши соседи, все изъявили желание приехать на конференцию к нам в Белоруссии, посмотреть, чем мы занимаемся, поделиться опытом, поделиться на наш опыт. Это очень приятно, что мы не стоим на месте, что мы до сих пор в строю. Мы являемся почти лидерами в лечении пациентов пожилого возраста и ветеранов. И мы стараемся делать это как можно лучше, чтобы не подводить тех наших предыдущих коллег, которые это заслужили уже. Спасибо, Олег Анатольевич. А следующий вопрос прозвучит от нашего телезрителя, я надеюсь. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Будьте добры. Скажите, пожалуйста, я вот смотрю телевизор, и заболевания у меня такие есть, и как это попасть туда, в госпиталь? Спасибо. Как ваше имя и отчество? Нет, у нас уже звонка на линии. Значит, ну, попасть к нам совсем несложно. Мы сейчас принимаем не только ветеранов, не только пожилых людей, мы принимаем всех жителей нашего региона. Вот. Нужно обратиться в поликлинику. У нас есть специальный отдел по госпитализации, который занимается госпитализацией пациентов. Поликлиника пишет направление, согласует с этим отделом на госпитализацию, время госпитализации, и пациент поступает к нам на лечение. Мы занимаемся, у нас профиль – это терапия, кардиология, неврология и реабилитация. Основные наши профили лечения. Поэтому мы не занимаемся хирургией, не занимаемся лоргинекологией. Вот. Поэтому, что касается этих патологий, мы принимаем всех жителей нашей Белоруссии, ну, больше всего, конечно, нашего Гомель и Гомельский регион. Это не проблема. Спасибо. Давайте продолжим. Вчера на базе госпиталя проходил круглый стол, посвященный вопросам реабилитации людей с ограниченными возможностями. Скажите, пожалуйста, какие темы поднимались во время обсуждения, какая интересная информация была озвучена? Да, вчера пошел круглый стол. Назывался он «Инновационные формы медицинской, социально-психологической трудовой реабилитации пациентов с ограниченными возможностями». Это проходило в программе ООН. ООН отмечает 70-летие. Поезд этот приехал к нам в Гомель. Были большие мероприятия, в том числе в течение… Вот мы планировали двух часов, но затянулся круглый стол. У нас прошел почти четыре часа, продолжался. Мы ознакомили наших гостей с работой нашего госпиталя, с возможностью реабилитации пациентов с ограниченными возможностями, в частности, колясочников. Показали ту безбарьерную среду, которая находится у нас в госпитале, что пациент, попадая к нам на коляске, он без помощи посторонних может попасть, добраться в любую точку госпиталя. Везде есть пантусы, подъемники, спуски, которые приспособлены для этих пациентов. А потом состоялся круглый стол, на котором обсуждались вопросы взаимодействия не только медицинской реабилитации, но еще и социальной, психологической и трудовой. Потому что, к сожалению, у нас в Беларуси сейчас очень хорошо развита медицинская реабилитация этих пациентов. Мы помогаем им немножко вернуться в строю, сохраняя свои способности жизненные. Но социальная реабилитация, психологическая реабилитация и трудовая, она на сегодняшний день, конечно, не так хороша, как в других развитых странах. В том числе вот в Швеции, который образец мы берем у себя в Беларуси. То есть пациенты-колясочники устроиться на работу не всегда могут, потому что не во всех предприятиях есть возможность, чтобы они могли передвигаться. И те же самые санузлы оборудованные и все остальное. Инвалиды по зрению, у них есть только свое предприятие, других не берут. Есть проблемы и с другими инвалидами. Поэтому эти все вопросы, касающиеся взаимодействия этих всех служб, и не только медицинской, но и социальной, психологической и трудовой, обсуждались на этом круглом столе. И сейчас формируется такой небольшой, наверное, пилотный проект совместно с Министерством труда и социальной защиты, который будет финансироваться в следующем году, чтобы на базе какого-то медицинского учреждения обкатать вопрос организации не только медицинской реабилитации, но и реабилитации еще социально-психологической реабилитации, затем с трудовым участием. Хочу сказать, что, допустим, мы уже два года как открыли у себя в госпитале одно рабочее место для инвалидов-колясочника. То есть это специальная программа, которая работает у нас в городе Гомеле. Комитет по труду, занятый соцзащитой, занимается. Они финансируют эту программу. И каждый год мы берем на работу человека с ограниченными возможностями, который у нас работает в справочном бюро. Оборудованное место рабочее. Он адаптируется к обществу, не оторван от жизни. Это уже программа работает два года. Мне очень бы хотелось, чтобы вашему примеру последовало как можно больше учреждений, организаций, предприятий города Гомеля или не только. У нас есть вопрос от телезрителя. Здравствуйте. Я прошу вас, пожалуйста, коротко и по сути сформулируйте ваш вопрос. Добре. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Я инвалид второй группы по сердцу. На почве повторного инварта получил травму перелом шейки бедра. И сейчас не могу ходить без костырей. Можно ли у вас пройти реабилитацию? Если можно, то как? Конечно, можно. Это наш кофель. И в том числе и инфаркт миокарда, и травма бедра. Это мы занимаемся реабилитацией, и эти проблемы постоянно. Поэтому вам нужно будет созвониться с нашим отделом госпитализации. Номер запишет 3985. Это даже мой приемный номер. Мы всегда поможем вам, чтобы мы связались с поликлиникой, в которой вы находитесь, потому что, я так понимаю, что вам не так легко прийти в эту поликлинику после такого перелома. И согласовать вопрос госпитализации. Мы занимаемся реабилитацией и после таких переломов, и после инфаркта. Поэтому как раз это профиль нашего учреждения, звонок по существу. И мы постараемся вам помочь обязательно. Олег Анатольевич, какие методы помощи людям, которые оказались в таком состоянии ограниченных возможностей, так скажем, у вас есть? Ну, за эти годы мы многое сделали в нашем госпитале. Значит, у нас сейчас шесть таких довольно просторных залов реабилитации. То есть, каждое отделение имеет отдельный свой зал для кардиореабилитации, для травмы реабилитации и для двух отделений, которые инсультные и нейрологические. Кроме того, есть маленькие залы в каждом отделении для тех, которые вообще плохо передвигаются. Они оснащены тренажерами. Тренажерами довольно современными. Мы благодарны опять же этому обществу спинальников, колясочников, которые с нами сотрудничают. И вот была большая партия гуманитарной помощи. Тренажеры очень хорошего немецкого производства. Удалось их переманить. Они шли в Болгарию, но попали к нам. Это тоже там наша заслуга. Они очень хорошие, востребованы. Обновили тренажеры в реабилитационных залах после инсульта. То есть на сегодняшний день мы оснащены очень хорошо для оказания помощи таким пациентам. Физиотерапия у нас в трехэтажном здании имеется два бассейна. Один из них как раз приспособлен для реабилитации пациентов с ограниченными возможностями. Оборудован поручнями, специальными спусками. И начиная вот с такого осеннего сезона, мы постоянно этих пациентов стараемся пропускать через все процедуры реабилитации. Имеется 13 массажных кабинетов, вихревые ванны, ванны для реабилитации нижних конечностей, верхних конечностей, специальные тренажеры. Поэтому в данном случае говорить о том, что мы немножко отстаем, не приходится. Мы на очень хорошем высоком уровне по реабилитации. Спасибо большое за сегодняшнюю беседу. Хочу конечно вам пожелать успеха в реализации ваших планов. Спасибо. Спасибо большое. Главный врач Гомельско-областного клинического госпиталя инвалидов Отечественной войны Олег Иванцов сегодня был у нас в гостях. Спасибо вам за внимание. Берегите себя. До свидания. Продолжение следует...